Всем добрый день! У меня уже есть видео, где я из заводского йогурта, вот из этого, делала домашний йогурт. Он получился жидкий и похож был на отсудофильное молоко. Я оставила немного вот такого этого домашнего йогурта и хочу проверить, получится ли из этого домашнего йогурта еще йогурт. Для этого я взяла вот это у меня домашний йогурт, молоко 3,2% и сахарная пудра. Итак, я отмерила нужное количество молока, вылила в ковшик и подогрела до 40-50 градусов. Если у вас нет градусника, можно измерить температуру таким способом. Опустите мизинец в молоко. Если молоко горячо до такой степени, что вы можете держать мизинец в молоке до 10 секунд, значит молоко нагрето до нужной вам температуры. Приготовила банку и вылила в банку подогретое молоко. Теперь молоко высыпаю в сахарную пудру. Сахарную пудру высыпьте обязательно, иначе у вас йогурт не получится сладким. Сюда же выливаю домашний йогурт. Если честно, я не знаю, получится йогурт из домашнего йогурта или нет. Это мой эксперимент. Все хорошо перемешиваю. Пока йогурт будет готовиться, банку двигать и перемещать нельзя, и тем более нельзя перемешивать содержимое. Теперь банку я поставлю в духовку, нагретую до 35 градусов. И буду держать ее в духовке примерно 6 часов. Итак, банка с йогуртом стояла у меня в холодильнике целую ночь. Давайте посмотрим, что получилось из йогурта, который я приготовила из домашнего йогурта, который, в свою очередь, я сделала из йогурта, купленного в магазине. Посмотрите, какой йогурт получился. Очень даже неплохо загустел. Практически такой же, как и был в баночке. Значит, можно спокойно делать йогурт из того йогурта, который вы сделали самостоятельно, из магазинного йогурта. По вкусу, я уже его попробовала, он, конечно, немного отличается от заводского йогурта. Он менее сладкий, но вкус у него очень даже неплохой. И сохранен тот привкус, который был в том йогурте, который я купила. Зато уже в этом йогурте нет никаких консервантов, загустителей, красителей. Он уже практически стал натуральным. Теперь вы снова можете оставить немного йогурта, примерно 150 грамм. И уже на его основе приготовить новую порцию йогурта. Но нужно знать, что йогурт нельзя хранить в холодильнике больше 4 дней. Так как в нём нет консервантов, и он быстро прокисает. Кстати, на дне йогурт ещё куще. Вот сейчас я зачерпну со дна. Вот, посмотрите. Очень вкусно, выгодно и полезно. Вот такой вкусный и полезный йогурт у меня получился из домашнего йогурта, который я приготовила из йогурта, купленного в магазине. Я использовала вот этот йогурт. Здесь написано живой йогурт. И здесь молочнокислых микроорганизмов, которые участвуют в скваживании молока, намного больше, чем в другом. Поэтому, если вам удастся купить настоящий йогурт без всяких добавок и консервантов, будет ещё лучше. Итак, я сделала ещё одну порцию домашнего йогурта. И смотрите, что я заметила. Первую порцию я делала вот из этого йогурта магазинного. И у меня получился йогурт жидкий, как ацидофильное молоко. Я оставила 150 грамм примерно и приготовила из этого, как бы ацидофильного молока, приготовила новую порцию йогурта домашнего. Он получился гуще. Я снова оставила 150 грамм уже более густого домашнего йогурта, не добавляя уже магазинный. Использовала только свой домашний йогурт. И сделала ещё одну порцию. И посмотрите, что получилось. Этот йогурт у меня стоял в духовке 5 часов при температуре около 40 градусов. Затем, когда он немного остыл, я его убрала в холодильник. Это он у меня уже постоял в холодильнике. И ещё я его не перемешивала. Давайте посмотрим, что получилось. Смотрите, какой стал густой. Сейчас я его перемешаю, чтобы масса получилась более однородной. Более густой йогурт, он на дне. Чувствуется, прям с трудом ложка заходит. Вот я его хорошо перемешала. И посмотрите, получился йогурт такой же, как из баночки, который продаётся в магазине. Он очень густой. Получается, чем старше закваска для приготовления йогурта, тем лучше получается йогурт. Более густым и похожим на магазинный. На тот, который мы покупаем. И очень вкусный. Надеюсь, мой рецепт вам понравится. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в гости. Будет ещё много интересного. До новых встреч! До новых встреч!